В эфире информационная программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Олег Булеков сложил полномочия. Свалку химических отходов вновь обнаружили недалеко от города. И испанцы сыграли спектакль на сцене театра Кукол. Глава администрации Рязани сложил полномочия. Депутаты Рязанской городской думы на внеочередном заседании в четверг приняли отставку Олега Булекова. Заявление Булекова с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию с 15 сентября депутаты удовлетворили единогласно. Рязанская городская дума приняла отставку главы администрации Олега Булекова в четверг, 14 сентября. Но внеочередном заседании депутаты рассмотрели его заявление по собственному желанию. За проголосовали 34 человека, один воздержался. На время проведения конкурса на освободившуюся должность исполняющим обязанности мэра стал Сергей Карабасов. Глава гордумы Владислав Фролов поблагодарил Булекова за проделанную работу и вручил ему почетную грамоту. Напомним, Олег Булеков возглавлял гор-администрацию с декабря 2014 года. Ранее он занимал должность первого зампреда правительства и курировал финансово-экономический блок. Мы все отдаем, люди взрослые, отдаем себе отчет в том, что мы делаем. И Олег Евгеньевич написал заявление, мы сегодня удовлетворили. О причинах мне неизвестно. Сергей Карабасов стал первым вице-мэром Рязани. Новую должность утвердили на внеочередном заседании гордумы в четверг 14 сентября. На нем же депутаты согласовали кандидатуру Сергея Карабасова, который ранее возглавлял Министерство природопользования Рязанской области. Мы решили поддержать эту кандидатуру, ввиду того, что у человека есть и опыт работы в городе, он был у нас в 13-м году, ушел из должности префекта железнодорожного района, и опыт административной работы, административно-хозяйственной большой, он был главой Клепиковского района, одного из, так сказать, непростых районов Рязанской области. Поэтому я думаю, что выбор пал на него не из проста, и он мотивирован. Сам Карабасов добавил, что с работой в администрации знаком. Николай Викторович Любимов поручил работать в администрации, поэтому я думаю, что работа известна, знакома, и будем работать. Город знаем, и первая задача, которую необходимо сейчас нам выполнить, подготовка к топитному сезону, запуск тепла в объектах социальной сферы, конечно, формирование бюджета на 2018 год, и подготовка техники к зимнему периоду. Кроме того, депутаты поддержали предложение о внесении изменений в структуру администрации города. Таким образом, введена должность первого заместителя главы администрации, переподчинено управление благоустройства города и управление правовой и контрольной работы. Заместителем главы администрации назначен Сергей Савин. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Очередные незаконные захоронения химических отходов обнаружили в Рязанской области. На территории бывшей военной базы нашли контейнеры, которые содержат опасные вещества. Соответствующие фото и видео появились в социальных сетях. Моя коллега Анна Герцовская выясняла, какую угрозу представляет несанкционированная свалка и кто понесет за нее ответственность. Этот заброшенный военный городок расположен в 20 минутах езды от города. Кроме того, что он выглядит прискорбно, это место хранит в себе большую опасность. Бывшая военная часть училища связи в 2015 году была передана в муниципальное образование Вышетравенского сельского поселения. Двигаясь по бетонным дорогам мимо разрушенных зданий, можно попасться на пятачок, где сейчас расположилась свалка промышленных отходов второго класса опасности. Людей здесь можно встретить нечасто, но появление опасных контейнеров было замечено сразу. В ноябре прошлого года неизвестными лицами был произведен свал вот этих емкостей с неизвестным веществом. Обращались в Министерство природопользования, которое прислали Росприроднадзор, они сделали пробы, сказали, что это второй класс опасности. Соответственно, ликвидировать нужно на определенные места складирования отходов. Обратились в МУП эколога защиты, ждем результат. 14 сентября с утра на это место выехали представители природоохранной прокуратуры для проведения проверки по соблюдению законодательства, связанного с обращением с отходами производства и потребления, в том числе и промышленными отходами. В настоящее время прокуратура, помимо принятия мер по ликвидации незаконного размещения отходов, будет дана надлежащая оценка природоохранному органу контроля по выполнению тех задач, которые поставлены перед ними, а также муниципальным предприятиям МУП эколога защиты по утилизации этих отходов. Вывести отходы данного класса опасности можно только на специальную свалку. За целый год места для их захоронения найдено не было. По предварительной версии от отхода одно из ТЭЦ. Находясь рядом с контейнерами, несколько минут начинает першить в горле. Одни из них издают запах, напоминающий клей ПВА, а других пахнет как будто бы нашатырным спиртом. По данным исследований, которые проводили сотрудники Центра лабораторного анализа и технических исследований, данное вещество представляет реальную угрозу для окружающей природной среды и здоровья человека. В свою очередь, на территории бывшей военной базы до сих пор проживают люди в непосредственной близости от опасных отходов. В настоящее время будут детально исследованы данные вещества на предмет того, какое производство могло оставить, могло произвести данный отход в результате своей производственной деятельности. И исходя из этого, возможно, мы проведем прокурорские проверки тех объектов, тех производственных площадок, организаций, которые на территории Рязанской области могли получать данный вид отход от своей производственной деятельности. Виновные в организации несанкционированной свалки понесут наказание в зависимости от степени причиненного вреда окружающей среде и гражданам. Если были наружены только правила обращения с отходами, это будет квалифицироваться как административный проступок. Однако, если незаконное размещение отходов повлекло за собой существенный вред окружающей природной среде и угрозу причинения вреда здоровью граждан, тогда будет заведено уголовное дело по статье 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ. Напоследок хотелось бы добавить, по словам представителей природоохранной прокуратуры, обнаруженное вещество могло не успеть нанести существенный вред природе, поскольку контейнеры были выгружены на бетонную поверхность. Несмотря на то, что отходы перезимовали в военной части, химикаты могли не проникнуть в землю. Мы будем следить за развитием событий, а пока вывоз этих отходов ложится на плечи Вышетравенского сельского поселения. Деньги на это будут выделены из бюджета, хотя могли пойти на развитие поселения. В свою очередь земля, где расположена бывшая военная часть, квалифицируется как промышленная. Однако, пока на этом месте ни один инвестор не захотел построить завод. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». ДТП с мотоциклистом, которое произошло вечером 13 сентября на Площади Победы, попало на видео. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани ВКонтакте». На кадрах видно, что ВАЗ-2110 поворачивал с проезда завраженного налево, а мотоцикл двигался по Первомайскому проспекту в сторону центра города. При этом на светофоре горел желтый сигнал. Транспортные средства столкнулись прямо на пешеходном переходе. При ударе пассажир мотоцикла выбросил на крышу десятки. Водитель же соскочил на землю. В последнее время в творческой среде весьма распространенной стала традиция выходить за пределы выставочных залов, музеев и закрытых помещений. Скульптуры, арт-объекты, инсталляции – все это авторы пытаются сделать доступным для каждого зрителя. То же самое решили сделать и сотрудники компании «Красная площадь». Они подготовили выставку малого строительства, которая расположилась на улице и открыта для посещения. Однако эта добрая, на первый взгляд, идея понравилась далеко не всем жителям города. Уличная открытая выставка идей для оформления домов и благоустройства участка со свободным бесплатным входом – новый формат для нашего города. Многие люди стесняются и даже избегают заходить в торговые и выставочные фирменные залы. Здесь, на Окском шоссе, теперь расположится площадка, где любой прохожий может ознакомиться с образцами, при этом не чувствуя необходимости обращаться к менеджерам. Кроме того, выставка под открытым небом значительно украсит наш город. Здесь, в этом уголке, сотрудники компании «Красная площадь» решили поделиться идеями, накопленными за долгое время работы и наблюдений. Кто-то сегодня вышел и пришел не с фотоаппаратом, чтобы эти идеи перенять и где-то воспользоваться ими, а с ведрами краски. И замарал все, до чего смог дотянуться. А стены у нас очень высокие и очень интересные. И мы хотим спросить, кто это. Это вандализм, это зависть. Какой вариант, какая версия правильная. Мы утверждать ни на какой не будем, но мы понимаем, что вокруг есть дикие люди, которым не нужна красота, которым не нужно общество открытых людей. Город меняется в лучшую сторону. Появляются парки, летние террасы, облагораживается общий вид. Настало время, когда можно делать красиво, не беспокоясь за свой труд, прямо на улице, для всех. Именно так и поступили специалисты Красной площади. Сделали для всех. Однако, прямо накануне долгожданного открытия выставки, некто решил нарушить планы фирмы. Ломать, не строить. Эту поговорку, как нельзя, лучше проиллюстрировали неизвестные, залившие разными цветами краски, все объекты на выставочной площадке компании Красная площадь. К выставке специалисты компании готовились 4 месяца. А вот, чтобы испортить их труд, понадобилась всего одна ночь. Говорить о нанесенном материальном ущербе не стоит. В изготовлении образцов использованы разнообразные материалы разных фактур и качества. Теперь работники срочно приводят выставочную площадку в порядок. Сегодня в 4 часа мы пригласили достаточно большое количество творческих людей, наших архитекторов, дизайнеров. И очень долго к этому событию готовились. Но сегодня утром так получилось, что мы обнаружили, что кто-то добавил нашему выставочному павильону нашей выставки ярких красок. Открытие выставки руководство приняло решение не откладывать. Оно состоялось, несмотря на происки неизвестных. И в ближайшее время объект будет радовать рязанцев и давать вдохновение. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пять кукольных дней в Рязани перевернули мир. Театральный фестиваль «Рязанские смотрины» близится к завершению. В среду на сцене театра «Кукол» выступил коллектив из Барселоны. В чем уникальность испанской постановки и о чем поведали артисты-зрителю, знает Галина Ершова. Испанские артисты вышли на сцену гугольного театра. Хусе Антонио Пухадес и Джульетта Гаскон показали рязанскому зрителю, что такое пластический спектакль. За 50 минут не прозвучало ни единого слова, а действие не прерывалось ни на секунду. На языке тела актеры рассказали историю, полную слез и радости. Дисней говорил, что любовь – это всегда красиво, а расставание – это что-то ужасное и страшное. Нет, мы хотели показать, что это не так. Любовь прекрасна во всех своих проявлениях. Это главная идея спектакля. Спектакль наполнен десятком пластических этюдов, небольших зарисовок с разными предметами. В руках актеров то обычная шляпа, то маленький шарик превращаются в настоящее существо со своими привычками и характером. Артисты признаются, что им самим больше всего нравятся два образа. Это быстрое движение в начале и танец с маской. Мы глубоко прочувствовали внутри этот номер, потому что очень много в мире людей, которые носят различные маски. Интересно, что пять лет назад Хосе Антонио Пухадес был обычным официантом. На 13 сентября 2012 года он впервые выступил на сцене одного из местных театров. С этого момента началась его актерская карьера. Правда, сам молодой человек актером себя не называет. Слишком много техник сочетаются в его работе. Все эти вещи, они очень схожи. И танцы, и пластика, и кукла, и пантомима. То есть, когда ты изучаешь актерское мастерство и все эти виды движения, то тело движется примерно одинаково. Ты действуешь по одним и тем же правилам, поэтому как раз цель спектакля найти схожесть в танцах и управление куклами. Они действительно похожи. Хосе Антонио Пухадес и Джульетта Гаскон постоянно на сцене. За время спектакля они ни разу не уходили в кулисы. На вопрос, совершают ли они ошибки в отрепетированном действии и присутствуют ли во время выступления импровизация, оба смеются. Мы делаем множество ошибок во время выступления, но мастерство и профессионализм заключаются в том, чтобы их не увидел зритель. Мы не делаем ошибки, мы ищем новые решения, но, конечно же, мы их совершаем. Я был как в сказке, я просто потрясен пластикой, просто вообще возможностями. Как они из простых вещей выстраивают целую историю. И как они показывают совершенно разные виды кукольного представления. И персональное, и с маленькой куклой, и световой театр, театр теней. Больше ожидали отчеки, ну, как бы классика, все, здесь пришли. Ну, поскольку всегда иностранцы нам интересны, но мы пришли, ну, думали, ну, спектакль, в принципе, о нем ничего не было известно, не говорили. А они нас просто потрясли, да, и хочется, чтобы у ребят был успех, чтобы они продолжали. Трупы театра «Ротатива Артс» много путешествуют. Помощник режиссера Римон Дуфилиппа следит за светом и звуком. Он признается, что в нашем городе нашел даже больше возможностей для реализации своих задумок, чем имеет на родной сцене. Для финала постановки он доработал освещение прямо в Рязани. Этот бонусный трек – это часть уже следующего спектакля. Он получил название «Последний танец Риджит». В этом спектакле актеры будут работать с зеркалом, и все, что создавалось, что вы увидели на сцене, это как раз моя идея. Ремиксы, музыкальные, мигание света – это все работает на идею. Единственное представление в нашем городе артисты дали в рамках фестиваля «Рязанские смотрины». Но увидят ли зрители продолжение спектакля – узнаем в следующем году. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Строительство домов, после которого оставались голые улицы и вырубленные деревья, окончательно уходят в прошлое. Новые жилые комплексы – это не просто большие красивые дома, но и грамотно продуманный двор. А благоустройство при домовой территории сегодня – это не только требование власти, но и заслуга самого застройщика. Детские горки, песочница и спортивная зона – все это прекрасно сочетается в сквере жилищного комплекса «Юность». Благоустройство сквера продумано таким образом, что каждая зона представляет собой самодостаточное пространство, связанное с другими площадками системой тропинок и дорожек. На самой большой площадке располагается спортивная зона, где дети уже вовсю играют в футбол, волейбол и баскетбол. Рядом находятся тренажеры, на которых каждый день занимаются как юноши, так и девушки, и даже дети. Чуть выше расположены владения для детей постарше, которым уже неинтересно лепить куличики, а хочется придумать все новые игры. Специально для них мы поставили вот такую интересную конструкцию. Путь от этой удивительной конструкции к площадке для детей проходит через необычных божьих коровок. Тут есть все для детворы – горки, песочница и качели. Мы решили не идти по пути реконструкции старых дворовых территорий, а создать новый сквер для того, чтобы каждый житель близлежащих домов мог себе найти занятие по интересам. Благоустройство сквера идет полностью за счет финансирования строительной компании «Капитал строитель жилья». И вложенный труд видно сразу – все игровые площадки уже сияют разными красками жизни. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Актуальные вопросы современной медицины обсуждают в эти дни в Рязанском медуниверситете. Всероссийская научная конференция проходит для студентов и молодых врачей. Именно поэтому она носит название «Взгляд молодого специалиста». Фибрилляция предсердий, инфекционный эндокардит – все это тема докладов, с которыми выступают ведущие врачи на третьей Всероссийской научной конференции молодых специалистов. В конференц-зале не осталось свободных мест. И это неудивительно, ведь объем знаний каждый год увеличивается вдвое. Поэтому Всероссийские научные конференции призваны помочь молодым специалистам, аспирантам и ординаторам. Ни для кого не секрет, что медицина развивается буквально семимильными шагами. Очень сложно уследить за всеми теми новыми тенденциями и технологиями, которые происходят в медицине каждый день. Поэтому я здесь. Давно известно, что врачи лечат не одно заболевание, а всего пациента целиком. Именно о комплексном лечении и будет идти речь на протяжении всей научной конференции. Адельфина Фаресян приехала из Танзании. Сейчас она стажируется в сосудистом отделении кардиологии. И из докладов о болезнях сердца она планирует подчеркнуть много новой информации. Может быть, там новые исследования, результаты, может быть, как работать с пациентом, можно как делать, просто чтобы жизни пациента будет хорошей. На научной конференции присутствуют докладчики из других городов. Борис Татарский рассказывает о современных подходах к ведению пациента. Владимир Тюрин приехал с докладом по другой важной проблеме. Инфекционный эндокардит – болезнь, из-за которой в год умирает 8 миллионов человек. Но медицина не стоит на месте, и постоянно появляются новые способы борьбы с этим. Основа в медицине – это плав молодости и опыта. Вот молодые ученые, молодые специалисты должны брать у своих старших коллег все то, что они наработали. С большим энтузиазмом, с большим стремлением. И только этот симбиоз молодости и опыта пожилых, он и позволит достичь результатов быстрых и хороших в медицине. Третья Всероссийская научная конференция молодых специалистов, ординаторов и аспирантов будет идти на протяжении двух дней. Более 50 докладчиков из разных городов России передадут новому поколению свой опыт и знания. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Новости также смотрите на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова КОНЕЦ А.КОНЕЦ